привет всем ковбоем с вами как обычно стич и сегодня мы подошли ко второй лошади в нашем списке это андалузская перлина скажу сразу что по характеристикам она будет похуже чем арабская чубара тигровая причем на порядок хуже но чисто из-за одного окраса ее можно ребят поймать и вполне возможно она вам понравится потому что она такого белого цвета золотистой гривой и хвостом находится она в долине руанок рядышком с буквой р кстати тут такой огромный еще лось рядышком с ней ходит очень красивый ранок нет нет не думайте сегодня в этом ролике я не буду говорить слово поверьте мне который я сказал в прошлом ролике порядка семи наверное раз не знаю кто посчитал ребят напишите комент сколько я сказал в прошлом ролике слова фразу поверьте мне больше я вас убеждать не буду в общем находится здесь и видите вот такой красивый кстати лось и также прекрасная вот эта лошадка вот она внизу ходит лось кстати не менее симпатичен но я думаю любви у них точно не получится он почему-то так испугался и убежал от этой лошади скорее всего она его напугала давайте изучим и посмотрим ее характеристики для начала андалузская перлина видите везде по троечке скорость троечка разгон троечка и управляемость стандартно то есть это не элитная лошадь она кстати будет даже по массивнее чем арабская на порядок такая знаете большая андалусы мощные компактные боевые лошади их можно узнать по густому хвосту и гриве сильному мускулистому телу и короткой шерсти темно-гнедую серую розовую масти можно приобрести в конючне а перлина можно найти в дикой местности поэтому ребят вы ее в конючне никак не купите лошади этой породы отличаются смелостью их несложно содержать у них средняя скорость и разгон андалузцы славятся хорошим здоровьем и повышенной выносливостью что делает их отличными лошадьми для долгих путешествий но ребят делайте выводы сами в принципе плюсы у этой лошадки есть и причем они скажем весом и это во первых выносливость одно из мне кажется таких вот основных качеств которым должна обладать лошадь ладно попробуем эту лошадку усмирить я буду стандартный способ использовать это подходить к ней и потихоньку и успокаивать многими писали в комментах что можно и пострелить стрелой она упадет потом ее поднять с помощью ли помощью воскрешения лекарства я ребят таким способом не хочу пользоваться я хочу просто позвать ее и оседлать не знаю получится сделать у меня это или нет но она уже меня испугалась так постоим чуток там кстати и лошадь там векс помимо лошади еще у нас такой вот огромный лось который вполне возможно может нам причинить какой-нибудь увечья но и деваться просто некуда потому что там тупик как вы считаете может ли что-нибудь сделать нам с вами лось так подходим потихоньку я боюсь что этот лось может нас с вами просто-напросто убить вот такая вот компашка у нас с вами по оказалось ооо полегче я все честно подумал то танк побежал на меня успокаиваем успокаиваем и некуда деваться бежать некуда столько сейчас это на убежит так сидим 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 да да конечно кто бы мог подумать что с первого раза у нас не получено и не ей не получилось от нас убежать да ты посмотри на него какая лошадь просто жестко но ей некуда тут бежать мы и так скажем поймали в капкан такой стоять 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 я уже говорил что механика поменялась поменялась ребят механика вот это прям вот ощутимо то есть раньше я мог спокойно любую лошадь просто вот оседлать на раз-два теперь как-то это сложнее сделать ну ладно мы позовем свою и посмотрим собственно что нам дает какие характеристики будет плюс наше седло но и также сравним эту лошадь и нашу но она красивая посмотрите какой у неё крас прекрасный то есть принципе окрасом она достаточно такая необычная красивая я бы сказал такой за такая золотистая грива так ну вот сравним две наших лошадки которые есть я как и обещал с этой лошадкой я тоже пока что не хочу расставаться вот арабская но арабская она в принципе по определению намного должна быть меньше так это и есть обратите внимание насколько это лошадь меньше вот этой невооруженным глазом это сразу же бросается в глаза давайте попробуем теперь седло снять седло и пробуем поставить это седло на андалузскую и насколько нам вообще насколько прибавится наши характеристики нашей лошадки так смотрим но я думаю на парочку то наверно должно прибавиться смотрим да ну по 2 добавилось то есть 6 скорость 6 вернее 5 скорости 5 разгон в принципе для такой лошади это нормально учитывая что у нее очень большое здоровье и огромная просто выносливость для этой лошади я считаю это прям так норм будет но я все-таки предпочитаю арабскую она во-первых мне больше нравится в том плане что она не такая массивно мне все лошади for dead redemption огромные такие боевые кони ними они мне не особо заходят поэтому я прочитаю вот предпочитаю таким вот огромным коням вот таких вот маленьких лошадок но кстати вот это вот еще чем-то напоминает ахалтикин скую которую у меня было до этого мне кстати прикольно вот такой вот ирокез грива в виде ирокеза это классно вообще сделано она даже знаете не на солнце она кажется золотым цветом а по факту на каким-то темным до стала и кстати кто-то писал у тебя кобыла ты поймал кобылу а если типа конь с яйцами прошу за выражение но тут похоже все кобыла потому что и это кобыла и это кобыла как бы я не спец в этом но судя по всему так она есть ребята в общем пишите в комментах какая вам больше лошадка понравилась из этих двух которые я уже вам показал либо андалузская либо вот это вот арабская во-первых то что вам то что вы должны написать это во-первых какая красивее лошадь и какую бы вы бы взяли себе вот из этих двух я все комменты естественно читая все прочитаю посмотрю ребят вам большое и огромное спасибо за поддержку своими комментариями лайками просмотрами реально прошлый ролик по первой лошадке он зашел считаю что этот будет точно таким же скажем удачным ребят на этом все ставьте палец вверх подписывайтесь на канал мы с вами вот такую наверно на превьюшечку сделаем вот такие такая вот лошадка и вот такая вот превьюшка будет наверно самое то все ребят всем до новых встреч пока пока